Вторая половина этого года в одну смену с полной загрузкой, а уже в следующем возможно увеличение производства в два раза. Такие перспективы работы Запорожского автомобилестроительного завода очертил руководитель предприятия Николай Евдокименко. Смотреть с оптимизмом в будущее коммунорасам позволяет главным образом внедрение новых пошлин на иномарки, которые вступят в силу через две недели. Вопрос деятельности автозавода обсуждали на совещании в обладминистрации. Поддержка государства в виде внедрения новых пошлин на иномарки даст эффект уже в ближайшие месяцы, заверяет Николай Евдокименко. ЗАС готовится наращивать производство во втором полугодии. Поэтому теперь надеются на проявление еще одной формы лояльности со стороны власти – введение утилизационного сбора, как это сделали в России. Второе полугодие практически ЗАС будет работать в односменном режиме работы в одну смену, но с полной загрузкой. Второй квартал мы, к сожалению, будем работать не с полной загрузкой, но это не значит, что мы свои обязательства не будем выполнять. Если, не дай бог, закроется завод, Украина потеряет 120 тысяч рабочих мест. Это означает, что закроется как минимум 500 ресторанов, кафе, туристических компаний. Как минимум. И еще добавится 5000 безработных. Если урегулируем вопросы, связанные с утилизационным сбором в Российской Федерации, которые добавляют к цене украинского автомобиля 800 долларов, то 2014 год мы видим, как год, когда будет удвоено производство легковых автомобилей на ЗАЗе. Поэтому Виктор Федорович Янукович постоянно в контакте с стратегическим собственником Васадзе Тарел Шакровичем. Поэтому даны поручения. И я вам даю гарантию, что обобщая лучший опыт, в том числе Российской Федерации, Украина сделает все возможное и невозможное, чтобы автозаз был живее всех живых. В этом году ЗАЗ планирует выпустить лишь около 30 тысяч машин. На предприятии надеются, что все принятые меры позволят выйти хотя бы на показатель двухлетней давности и сделать в следующем году 60 тысяч автомобилей.